Продолжение следует... Омские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что началась выемка документов в офисах компании «Омсгоргаз» и «Акция», который связывает с именем депутата Госдумы Андрея Галушко. Инсайдерские источники также сообщают, что следователи работают при поддержке СОБРа. По одной из версий, операция связана с ситуацией вокруг тарифов на транспортировку газа, причем проводят ее силовики далеко не местного уровня. В следственном управлении Следственного комитета по Омской области ситуацию не комментируют. В региональном МВД от комментариев также отказались. В местном отделении Росгвардии также пояснили, что не знают никаких подробностей. В следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области также не стали раскрывать детали происходящего. Омячи задолжали за тепло почти полтора миллиарда рублей. Еще 850 миллионов недоплатили юридические лица. Такие данные приводит компания Омск РТС. Среди злостных неплательщиков, как ни странно, бюджетной организации. Например, объекты Министерства обороны России должны за отопление более 70 миллионов рублей. Почти 132 миллиона долга числится за ТСЖ, которые обязаны заниматься сбором платежей с населения. Поставщик тепла Омск РТС предупреждает, долги населения и юридических лиц ставят под угрозу летнюю ремонтную кампанию и подготовку к следующему отопительному сезону. За первый квартал этого года компания подала 100 исков в отношении различных организаций. В качестве дополнительной меры ресурсники передают информацию о должниках в Национальное бюро кредитных историй. В настоящий момент переданы списки на взыскание замечей 55 миллионов рублей. В дальнейшем эта работа будет продолжена. Между тем, в мэрии сообщают, что отопительный сезон закончится не раньше мая. Центральное теплоснабжение отключат, когда в течение пяти дней на улице температура воздуха продержится выше плюс 8 градусов. Пока по ночам столбик термометра держится на низких отметках. Синоптики прогнозируют, что теплая погода придет в начале мая. А мечам повезло, считают московские специалисты, проанализировав ситуацию на топливном рынке. По их оценке, Омская область вошла в пятерку регионов с самой низкой ценой на бензин. Несмотря на то, что зарплата о мече далеко не самые высокие по стране, топливо каждый местный автолюбитель может приобрести по сравнению с жителями других регионов довольно много. Так, средняя цена на бензин марки АИ-92 в Омске составляет 34 рубля 30 копеек. Дешевле это топливо только в Новосибирске и Республике Мариэл. На фоне сезонных факторов и высоких акцизов цены на бензин продолжают расти практически во всех регионах России. Самый дорогой бензин на Дальнем Востоке и Южном федеральном округе. Говорить о том, что самый дорогой бензин в Крыму неправильно. Рекорды по ценам все равно остаются за Дальним Востоком. Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия почти 50 рублей за литр и Чукотка 51,5 рубль. Федеральная антимонопольная служба при этом утверждает, что дефицита топлива в стране не будет. А стоимость бензина вряд ли вырастет к лету. Сколько стоит хорошее кино и где взять на него деньги? Проблема финансирования для киноиндустрии и век рыночных отношений одна из самых острых. В проект двух молодых режиссеров Андрей Шалепа и Кима Дружинина не верили ни частные инвесторы, ни чиновники. Зато поверили зрители. 28 панфиловцев – первый в России фильм, вышедший на широкий экран без поддержки государства и бизнеса. К нам идея собирать деньги с помощью краудфандинга пришла достаточно случайно. Просто там наш друг Мишка Федоров, он сказал, давайте попробуем. Ну, так как мы уже не могли собрать деньги нигде и никак, мы решили попробовать. И мы там запросили буквально 300 тысяч, а в итоге за месяц собрали 3,5 миллиона. Краудфандинг в Европе существует больше 10 лет, а в России только набирает популярность. По мнению Кима Дружинина, именно разрыв в связи со зрителем – главная проблема отечественного кинематографа. И причина, по которой в прокате лидируют иностранные блокбастеры. Если мы перестанем снимать, пытаться снимать «Форсажи» и «Звездные войны», а начнем снимать кино про нас, для нас, то, наверное, люди пойдут в кино, на наши фильмы. Какие фильмы хотят видеть современные зрители? Почему военная тема до сих пор не теряет своей актуальности? И можно ли заработать на кинематографе в России? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью с Кимом Дружининым на телеканале РБК. Конечно, это бардак. Вы убираете даже не очки. Руководители спортивной школы Александра Пушницы считают, пятийного заведения по соседству с детским учреждением быть не должно. Такого же мнения придерживаются и местные жители. Это уже как два года, как открылась пивная. Право на торговлю пивом собственников никто не брал. Разрешение собственники не давали. Послам собственников квартиры не обращались с жалобой в Роспотребнадзор. Получили ответ – никаких нарушений со стороны пивной нет. Люди же распивают пьяные, сидят всю ночь, пьют пиво. Где им еще сидеть? На всех лавочках. Поэтому все лавочки просносили. Отсутствие удобной инфраструктуры для распития, то есть лавочек, могло бы отпугнуть неспокойных клиентов заведения. Но в магазине поставили пару столиков. Компашка, которая распивает алкоголь. Жене страшно ходить, я же не могу постоянно рядом с ней находиться. Которые посвистывают, веселятся. Да, драк частенько бывает, особенно в летний период. Вот они, если две разные компании собираются, здесь же выпивают, и что-нибудь не поделят, потасовки начинаются. Местные жители решили обратиться за помощью в оплот. Общественники пообещали разобраться в проблеме. Не устраивает это собственников жилых помещений, которые находятся в этом доме, да и близлежащих домов тоже. Тем более в соседнем доме находится детский центр по борьбе имени Пушницы. То есть они тоже против такого. Расстояние мы измерили от угла дома до входа в детский центр составляет 37 метров. То есть дают просто все нарушения законодательства. Теперь в дело вступают общественники. Уже готовят обращение в суд. Неспортивное поведение на стадионе. Генеральная уборка Омска началась раньше запланированных сроков. После того, как сошел снег, на стадионе «Сатурн» стало заметно, как здесь проводят время местные. Причем за стараниями других жители многоэтажки наблюдают свысока, из окон своих квартир. Вот этот дом, общага, она тоже бы вышла друженько здесь и убрала бы. Но, видите, они заняты своими делами. Ну, мы здесь, я думаю, восполним это. Покажем, как надо убирать. Ну, а в следующий, наверное, раз уже вот эти ребята будут убирать, наводить порядок. Многие мячи считают субботник пережитком социалистического прошлого. Заверяя, что жители платят налоги в казну города, а чиновники должны организовывать уборку улиц. Сами чиновники тоже возьмут в руки лопаты и грабли. И выйдут приводить в порядок городские парки и скверы. В Омске на дорогах могут задержать не только нарушителей правил дорожного движения. Главная цель операции под кодовым названием «Неплательщик» выявить автовладельцев, которые своевременно не оплатили штрафы. Так, в районе Ленинградского моста сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099. При проверке документов полицейские установили, что 33-летний Амич не оплатил два административных штрафа на сумму 3000 рублей. В отношении нарушителя полицейскими составлено два административных протокола. В общей сложности за время рейда к ответственности привлечено 16 водителей. В том числе и за управление транспортным средством, будучи лишенным прав, за непредоставление преимущества пешеходам, слишком сильную тонировку и несоблюдение требований дорожных знаков. По результатам рейда взысканы штрафы на сумму более 32 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова